микроник от амперки всем привет с вами широ и вы смотрите стоп покупалкин ладно всякое бывает всем привет с вами канал покупалкин и широ так погоди кто ты такой что ты тут делаешь и где дима ну я тут обзор снимаю на микроник вот и как говорится хватит болтать пора а так не говорится а как никак ну тогда давайте просто начнем обзор амперка наверное лучше всех умеет доказывать что изучение физики и электроники это не скучные книжки и лекции а понятные и увлекательные эксперименты и хороший пример этому набор микроник внутри которого есть все что нужно для выполнения 20 заданий в ходе которых вы даже сами того не замечая научитесь основам электроники и сборки небольших но прикольных устройств упаковка оформлена просто но со вкусом информация только по делу и из нее мы узнаем что набор подойдет даже детям от 7 лет везет же современным детям я всем лет развлекал себя тем что бил траву во дворе палкой улыбчивая мордашка робота спереди коробки намекает на то что это крайне дружелюбный набор я думаю стоит ему поверить и познакомиться с ним поближе когда в моих руках оказался микроник я стал обладателем следующих деталей и элементов у меня поначалу честно сказать разбежались глаза но буквально пару минут и вот уже все разложено на столе по группам так вот что у меня тут есть набор разнообразных резисторов конденсатор разной емкости три вида светодиодов транзисторы кнопочки и переключатели клеммник нажимной пара микросхем динамик пищалка крошечная макетная плата провода перемычки и батарейный отсек на три батарейки суммарно здесь почти сотни компонентов и комбинируя их между собой можно собрать не только то что предлагается в инструкции но и многие другие собственные устройства разной сложности и для многих это бы так и осталось кучкой непонятных проводов и железок если бы не вот эта книжка в ней таится вся философия этого набора 20 экспериментов которые даже из незнайки сделают знайку а вот что мне понравилось в ней больше всего так это то что здесь нет огромных разворотов с теорией и непонятными формулами вместо этого довольно крупная и понятная схема показывает какие детали нам потребуются и как собрать из них следующее устройство а вот здесь в уголке робот которого мы видели на обложке подбадривает нас это так мило мне даже захотелось попробовать что-нибудь собрать первое устройство как и положено соберем самое простое лампу а точнее горячий светодиод для сборки потребуется всего три компонента а также макетная плата провода и блок с батарейками чтобы все заработало далее расставляем все компоненты на макетной плате важно следить за тем чтобы везде была правильная полярность ну то есть плюсы и минусы менять местами не стоит а то в лучшем случае просто ничего не заработает схема тут совсем простая и я думаю собрать ее не составит труда вообще никому после этого вставляем провода а вернее сказать перемычки и вот уже наше первое устройство готово и исправно функционирует да это просто горящий светодиод и ничего больше но этот эксперимент нужен в первую очередь для того чтобы научиться работать с макетной платой для следующего устройства который кстати называется телеграф потребуется все те же детали плюс одна тактовая кнопка нажимая на которую мы будем посылать сигналы телеграфом ну то есть телеграфировать также по схеме нам предлагают заменить резистор пренебрегать совета мы пожалуй не станем и для начала соберем устройство так как описано в инструкции расставляем все на макетной плате соединяем все компоненты проводами перемычками и в самом конце подключаем блок питания соблюдая правильную полярность еще одно устройство готово можно телеграфировать посылая сигналы светодиодом жаль я только азбуку морза не знаю кстати светит он ну очень ярко на камере это еще не так заметно но вот жизнью прям глаза слепит самое простое изменение которое мне первым делом пришло в голову замена светодиода с красного на зеленый кстати было бы прикольно попробовать собрать похоже устройство но с тремя лампочками и при нажатии кнопки включалась бы одна из них случайном порядке получилась бы такая игра с угадыванием крайне советую все компоненты после использования складывать обратно в свои пакетики чтобы потом не перепутать все и быстро находить тот который нужен чтобы было интереснее я решил собрать еще что-нибудь посложнее и выбрал устройство которое называется почти рояль почему почти ну например потому что у него всего две клавиши и две ноты но зато в нем ну очень много проводов так вроде бы готова нет это не детонатор это музыкальный инструмент при нажатии на кнопки из динамика слышатся жалобные звуки которые скорее похожи на сигнал какого-то ну очень старого электронного устройства а знаете я на этом все же попытаюсь сыграть хоть какую-нибудь мелодию если вас увлечет эта тема то за таким набором можно провести не один вечер собирая и разбирая различные схемы причем не только по инструкции но и придумывая свои собственные ну а если вдруг что-то не получается не стоит расстраиваться и бросать все ведь на сайте у амперки есть чудесный раздел амперка вики в котором вся нужная и полезная информация представлена очень подробно но при этом совершенно понятно надеюсь мой обзор смог вас заинтересовать если так то по ссылке под этим видео вы найдете набор микроник но перед этим не забудьте подписаться на канал если еще вдруг этого не сделали и поставить этому видео лайк ну и конечно же пишите в комментариях какое электрон устройство вы бы хотели создать самостоятельно самый интересный комментарий как всегда попадет в следующее видео но на этом уже точно все с вами был канал покупалкин и широ еще увидимся пока